С помощью документа выплата можно формировать документы на выдачу аванса, выплату окончательной зарплаты за месяц, начислять сумму зарплаты на лицевые счета сотрудников в банках, делать различные межрасчетные выплаты. При выплате через банк сотрудникам должны быть открыты лицевые счета в банке, через которые осуществляется выплата. В сведения о лицевых счетах сотрудника хранятся справочники лицевые счета, которые можно открыть из формы элемента справочника сотрудники выбором команды лицевые счета на панели навигации. Выберем сотрудников справочники, откроем группу сотрудники и выберем сотрудника Иванов. И на панели навигации выберем команду лицевые счета, откроем справочник лицевые счета. У сотрудников может быть несколько лицевых счетов, возможно и в разных банках. Например, на один лицевой счет будет перечислен весь аванс, на другой 70% заработной платы, а на третий 30%. При проведении документа выплата сначала будет производиться поиск лицевого счета сотрудника с указанным видом выплаты. Если счет с нужной выплатой найден, то перечисляемая в банк сумма рассчитывается исходя из установленных параметров видов выплаты. Если такой лицевой счет не найден, то будет произведен поиск лицевого счета с поставленным флажком перечислять всю сумму. Распределение видов выплат по лицевым счетам контролируется, то есть нельзя ввести один и тот же вид выплаты в разные лицевые счета в одном банке. Создадим лицевой счет. Нажимаем кнопку «Создать». В поле наименования введем номер лицевого счета. Например, в поле «Сотрудник» выводится сотрудник, для которого создается лицевой счет. Оставляем без изменения «Сотрудник Иванов». В поле «Банк» из справочника контрагента выбирается банк, в котором открыт лицевой счет. Нажимаем кнопку выбора, открывается справочник контрагенты, заходим в группу «Банки» и выбираем «Банк» – «Траст». Если флажок «Перечислять всю сумму» не поставлен, то в таблицу «Виды выплат» нужно ввести виды выплат, перечисляемые на этот счет. Для каждого вида выплаты нужно ввести процент от выплачиваемой суммы или максимальный размер суммы, который будет перечисляться – на панели. Это кнопка «Создать новый элемент копированием». В поле «Номер счета» введем другой номер счета, исправим единичку на 2. Сотрудник Иванов оставляем без изменения «Банк» – «Траст». Будем перечислять на этот счет аванс и остальную часть заработной платы. Оставляем выплата зарплаты 50% и добавляем новый вид выплаты. Нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем «Аванс». «Аванс» будем выплачивать в размере 100%. Нажимаем кнопку «Записать и закрыть» и записываем лицевой счет. Аналогичным образом вводятся лицевые счета на других сотрудников. Закрываем форму элемента справочника сотрудники. Рассмотрим теперь работу с документом «Выплата». Открыть документ для ввода можно в разделе «Удержание и выплаты» выбором команды «Выплата» в группе «Документы» на панели навигации. Выбираем команду и создадим новый документ. Нажимаем кнопку «Создать». Дата документа 25 апреля 2012 года. Организация «Сервис» оставляем без изменения. В поле «Вид операции» выбирается нужная операция. Это может быть выплата зарплаты, выплата аванса, межрасчетные выплаты и выплата невыплаченной зарплаты. Мы выбираем «Выплата аванса». В поле «Вид выплаты» из справочника «Виды выплат» выбирается нужная выплата. Нажимаем кнопку «Выбор» и открывается справочник. В первоначальной поставке в справочник введены несколько предопределенных элементов. Аванс, выплата дивидендов, выплата зарплаты, задепонировано, межрасчетные выплаты, сняты с депонента. При необходимости можно добавить свой вид выплаты. Мы выбираем «Аванс». В поле «За период» выбирается месяц, за который производится выплата зарплаты. То есть месяц, в котором была начислена зарплата, выдаваемая по документу. Аванс выдается обычно за текущий месяц, а выплата зарплаты – за месяц, предшествующий месяцу, в котором находится дата документа. Мы выбираем период «Апрель 2012 года». Для этого нажимаем стрелочку «Вверх». В поле «Подразделения» можно выбрать подразделение, на которое будет отнесена выплата. Если в этом поле ничего не выбрано, то выплата будет отнесена на подразделение сотрудника. Мы подразделение выбирать не будем. В поле «Статус работы» можно выбрать, по какому месту работы производится данная выплата. Если статус работы не выбран, то выплата будет произведена по всем статусам работы сотрудников. Оставляем без изменения статус работы «Основное место работы». В полях «Ведомость», «Номер» и «От» вводится номер и дата платежной ведомости. Данные в эти поля вводить не обязательно, если печатная форма ведомости формироваться не будет. Номер ведомости оставляем без изменения, а дату меняем. В документе две закладки «Сотрудники» и «Настройки» и «Формирование файла».